Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спасский посетил социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери. Ну так тепло, да? Очень тепло, у нас очень тепло. Между деревнями Калиновка и Сопронова снова осуществляется незаконный сброс мусора. Необходимо создать инициативную группу совместную с территориальным отделом администрации, с отделом экологии, депутатским корпусом. Расторгуевской библиотеке исполнилось 95 лет. Нам всегда ждали прекрасные новые сказки, новые книжки и милый добрый голос тети Нины. Меня встречал Верунчик, для тебя есть новая книжка. Православный социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери существует в поселке Измайлово уже 5 лет. В учреждении оказывается помощь женщинам с маленькими детьми, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Приют посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Свой визит в социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери глава Ленинского городского округа Алексей Спасский начал с осмотра храма Святой Троицы. Затем вместе с настоятелем, отцом Дмитрием Шпанько, он ознакомился с условиями, в которых живут женщины, попавшие в трудные жизненные ситуации. Ну так тепло, да? Очень тепло у нас, очень тепло. Прямо очень жарко. Иногда окна открываем, соответственно, проветриваются. Это лучше, чем холодно. Конечно, лучше проветривать. Слава Богу. В центре предусмотрено семь комнат. В настоящий момент здесь проживают шесть женщин с маленькими детьми. Попадают они сюда по разным причинам, но покидают приют только после того, как окрепнут в физическом и психологическом плане. Принимаем их на месяц, но если за месяц они не успевают сделать свои дела, оформить документы, оформить пособия, созвониться с родственниками, решить вопрос с родственниками, они продлевают договор и остаются у нас еще на некоторое время. Вот таким образом. Алексей Спасский пообщался с проживающими здесь и вручил подарки всем детям и их мамам по случаю прошедших праздников. А руководству центра глава передал денежный сертификат на обустройство детской площадки. После чего все вместе сделали фото на память. Все то, что здесь делается на пожертвования, на средства прихожан, тем не менее мы поговорили с настоятелем храма, с Дмилой Георгиевной. Будем помогать, вот те просьбы, пожелания, которые были высказаны, я думаю, что будем реализовывать. Проживающие здесь благодарны учредителям центра и всем благотворителям за возможность найти временное пристанище. Наталья Пронина из-за проблем с финансами рисковала остаться на улице с двумя детьми. Узнав о существовании центра, она обратилась сюда за помощью. Замечательные условия, очень хорошие. Мы даже здесь дочку покрестили благодаря батюшке. У нас необыкновенный батюшка, необыкновенный руководитель. У нас все очень замечательно. Дети в тепле, мы все сытые, одеты, обуты, как говорится. Все замечательно. За пять лет существования центра помощь была оказана почти ста женщинам и их детям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ В конце сентября телеканал Видное ТВ осуществлял тему несанкционированной свалки между деревнями Калиновка и Сопронова. Тогда, благодаря слаженному взаимодействию администрации Ленинского округа и местных жителей, сброс опасных отходов удалось остановить. Территорию очистить и предполагалось, что здесь вскоре появится благоустроенный парк. Но ситуация повторилась. В празднике сброс мусора возобновился. Кто виноват и что делать, попыталась выяснить Юлия Погасьян. Спокойствие жителей деревень Калиновка и Сопронова снова нарушено. Вроде вопрос о несанкционированной свалке закрыли, а опять приходится защищать родные места от загрязнения. Очередная открытая встреча собрала десятки людей. Здесь и представители депутатского корпуса, и экологического отдела администрации округа вместе с Госадом Технодзором, и общественники. Пытались выяснить, кто же допустил такой беспредел. Было замечено несколько машин с строительными отходами. Но первоначально речь шла именно о чистых грунтах, то есть без исключения строительных отходов. И тех грунтах, на которых получено положительное заключение государственной экспертизы. На грунты как рекультивант. То есть эта территория, после того, как была ликвидирована несанкционированная свалка на этой территории, должна быть отсыпана чистыми грунтами. Далее на этих грунтах уже будут высажены саженцы по береговой линии для укрепления. А машины, которые под шумок в новогодние каникулы свозили сюда грунт, сбрасывали как раз опасный класс отходов. И тому есть подтверждение. Поэтому местные жители и забили тревогу. Грунт вывозится явно дефективный, из каких-то помоек, с кладбищ, полно резины, всякие дефектные вещи. А товарищи утверждают, сверху засыпается хорошей землей, небольшим слоем, там метра два-три. А внизу настоящий кошмар. Просто невозможно. И мы боимся за будущее наше поколение, которое будет здесь якобы на парке ходить, оно будет ходить по атомной бомбе. Потому что снизу, может быть, всякие мязмы, испарения постоянно будут отравлять. Выход местные жители видят один – постоянный экологический контроль. И представители администрации и депутатского корпуса Ленинского городского округа с ними полностью согласны. Необходимо создать инициативную группу, совместную с территориальным отделом администрации, с отделом экологии, депутатским корпусом. И в ежедневном режиме проводить здесь общественные контроли тех машин, которые здесь производят отсыпку и пролонировки у территории. И при возникновении каких-то ситуаций в скоротечном режиме уведомлять все надзорные органы, чтобы принимали меры. Пока будем вот так наблюдать за этой ситуацией, за развитием дальше. Представитель компании-подрядчика продолжает убеждать всех, что парку быть. Территорию благоустроят согласно ранним договоренностям, а за несанкционированным сбросом отходов будут следить лучше. Стоит радиационная рамка, стоят весы, стоят камеры, которые смотрят в кузова. И в онлайн-режиме все отслеживает охрана. На этом месте, где сейчас стоит бульдозер, отступаем охранную зону от ЛЭПа и будет построен сквер с лавочками, беседками, ну и благоустройство, посадка деревьев. Проект благоустройства готов. Каждый желающий может с ним ознакомиться. Подрядчик обещает по первому запросу предоставлять соответствующую ссылку на сайт. Юлия Погасян, Наталья Чепурная, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Приближается праздник Крещения. Многие православные верующие в этот день захотят искупаться в проруби. Сегодня у нас в гостях инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Владислав Кшукин. И мы поговорим о том, как принять участие в этом мероприятии без вреда для своего здоровья. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Дмитрий. У нас в муниципалитете будут оборудованы 8 мест для купания. Все они будут оснащены пунктами обогрева, раздевалками, горячим чаем. Там будут дежурить медики и спасатели. Как каждому человеку, кто захочет нырнуть, подготовить себя к этому, чтобы все прошло безопасно? Ну, во-первых, сейчас время неспокойное, очень много болезней ходит. Поэтому, если есть какие-то противопоказания, не рекомендуется лишний раз рисковать своим здоровьем и воздержаться в этом году от купания. Если все-таки человек решился, то необходимо, прежде чем залезть в прорубь, разогреться очень хорошо, то есть гимнастику какую-нибудь сделать и залезть в прорубь. Находиться в прорубь рекомендуется не более одной минуты. А чего нельзя делать ни в коем случае? Ни в коем случае нельзя осуществлять купание без присутствия спасательных служб и медицинских работников. Также запрещается купание в стадии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков на территории купеля. Запрещается купание детей без присмотра взрослых. Также запрещается ныряние в прорубь со льда и ныряние головой вперед. Спускаться в прорубь только по предусмотренной лестнице. И запрещено купание людей более трех человек. А что нужно сделать сразу после того, как человек вышел из воды? Выйдя из воды, обязательно человеку нужно насухо вытереться полотенцем, разогреться и обязательно надеть сухую одежду. И выпить горячий чай обязательно. Большое спасибо за эту информацию. Будем надеяться, что все пройдет без происшествий. А я напомню, что у нас в гостях был инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Владислав Кшукин. Расторгуевской библиотеке, одной из старейших в муниципалитете, исполнилось 95 лет. Несмотря на солидный возраст, здесь идут в ногу со временем. Наша съемочная группа пообщалась с ее сотрудниками и узнала, чем живет библиотека сегодня. Целых 95 лет исполнилось Расторгуевской библиотеке. За долгие годы ее читателями, или точнее сказать, друзьями, стали тысячи человек. Для многих, кто пришел сюда однажды, это уютное место, где можно не только подружиться с книгой, но и найти интересных собеседников, увлекательные занятия. Сюда приходишь, приятно здесь находиться. Приятно. И общение хорошее, и люди хорошие. Моя вся семья приходит сюда, и муж мой, и внуки. Семейная атмосфера позволяет помнить каждого читателя по имени, уделить всем максимум внимания. Сейчас гостям предлагается более 27 тысяч книг. И фонд регулярно пополняется. Так, в прошлом году на полках появилось почти 700 новых изданий. Впрочем, тут можно не только почитать. Мы еще стараемся привлекать наших читателей различными мастер-классами. У нас выставки постоянно организуются наших читателей. Мы не только людей записываем в библиотеку, но мы еще их спрашиваем, а что вы умеете? А чем вы хотите заинтересоваться? А что бы вы хотели кроме книги у нас узнать, получить? Вера Пинто ходит в Расторгуйскую библиотеку всю жизнь. Здесь сработала подруга мамы, и уже с пяти лет она стала тут частой гостьей. Именно с этими стенами и связаны одни из самых ярких воспоминаний ее детства. Там всегда ждали прекрасные новые сказки, новые книжки. И милый, добрый голос тети Нины меня встречал. Верунчик, для тебя есть новая книжка. И я отдавала, с сожалению, Буратино, так вот на прилавок, двумя руками ее поднимая. А взамен мне тетя Нина выдавала незнайку. И это был огромный праздник. На неделю мне как раз хватало. Читатели, а сейчас это более полутора тысяч человек, те, ради кого и существуют библиотекой. Что особенно приятно, почти половина – дети. София Прокофьева регулярно бывает здесь. Особенно девочка любит мастер-классы. Я ее помню еще очень-очень с ранних лет. Мне нравится тут делать поделки. Тут всегда что-то оригинальное. Мне тут очень нравится. Минувший год из-за пандемии стал испытанием для Расторгуйской библиотеки, но жизнь по-прежнему кипит. За это время было проведено более 300 мероприятий оффлайн и 200 онлайн. Освоили новые мероприятия онлайн, выкладывали свои видеопрезентации у нашей библиотеки, просили детей, чтобы они свои стихи выкладывали, как они читают, чем они занимаются. И останавливаться на этом сотрудники учреждения не собираются. Ведь только идя в ногу со временем, можно сделать посещение библиотеки увлекательным и интересным занятием. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно. В центре детского творчества «Импульс» подвели итоги открытого конкурса художественного и декоративно-прикладного искусства «Рождество Христово». В этом году он проходил уже в 20-й раз, но из-за эпидемиологической обстановки организаторы отказались от традиционной торжественной части. Рассказать о празднике с помощью творчества, об его истории, традициях, обычаях, символах и атрибутах. Такая задача была поставлена перед участниками уже ставшего традиционным конкурса «Рождество Христово». Ежегодно его организуют и проводят Центр детского творчества «Импульс» и «Видновское благочиние». «Рождество Христово» – конкурс открытый. Здесь могут участвовать и дошкольники, и у нас участвовали и население. Там даже были времена, когда 76-летние участники конкурса нам представляли на суд свои работы. В этом году было три номинации – «Евангельские истории и притчи», «Образ Богородицы в церковном предании» и «Русские традиции празднования Рождества». Несмотря на пандемию, участников было очень много – 564. Свои работы конкурсанты приносили в импульс. Работа очень интересная. У нас в жюри обязательно благочиние, обязательно. И, конечно, они основную оценку дают тому, что представлено. А мы с художественной точки оцениваем. Победителями конкурса «Рождество Христово» признаны 105 человек, а 19 из них удостоены гран-при. Как рассказала директор Центра детского творчества «Импульс» Нина Бессонова, задача перед жюри стояла непростая. В этом году оказалось очень много достойных работ. Иногда рассматриваешь работу, и мимо неё пройти просто невозможно, её не отметить невозможно. И в то же время это конкурс. Вот конкурс, и как трудно быть в жюри, и как трудно выбрать лучшую работу. Из-за пандемии не было традиционной торжественной части, на которой награждают победителей. Но организаторы подготовили видеоверсию спектакля «В поисках рождественской звезды», премьера которой состоялась в прошлом году на сцене Дома культуры. Что же это за планета такая? Кто плачет, кто смеется? Весь, кто плятся на планете, чтутся! Теперь насладиться театральной постановкой с участием артистов из четырёх творческих коллективов «Центра «Импульс»» может любой желающий на сайте учреждения. Там же опубликованы и все результаты конкурса. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На этом всё. Желаю вам хорошо провести выходные дни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова